ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Германия ужесточила наказание за преступления на сексуальной почве. Кто защитит немецких женщин от насилия? Украина получит деньги инструкторов, помощь в реабилитации и для раненых, и в реформировании армии. А НАТО никогда не признает аннексию Крыма и агрессию России на востоке нашей страны. Так коротко можно подвести итоги Варшавского саммита для нашей страны. В Польше работает моя коллега Оксана Кундеренко. Оксана, я так понимаю, президент Порошенко сохранял молчание буквально до самого конца. И о чем же он поведал в прессе? Да, Таня, добрый вечер. Действительно, нам недавно удалось пообщаться с президентом, и он был в приподнятом настроении. Саммит НАТО окончен, и для Украины есть очень хорошие результаты. Киев получил такую помощь и такой уровень сотрудничества, который до сих пор не членам не предоставляли. Это пока что не поставки вооружений, это логистика, консультации, финансы. А Украина тем временем обязуется бороться с коррупцией и реформироваться. Сейчас нам необходимо провести реформы. За последние два года мы сделали больше, чем за предыдущие 20 лет. И когда мы будем соответствовать всем критериям, народ решит, что делать дальше. Сейчас количество граждан Украины, которые поддерживают членство в НАТО, стремительно растет. Есть еще очень сильные политические месседжи для России об аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Москву предупреждают не помогать сепаратистам, не дестабилизировать обстановку на Донбассе, не нарушать минских соглашений. С этим мириться в НАТО не будут. Украину пока что берут под крыло, но не принимают свои ряды. Президент Порошенко четко дал понять, что вопрос членства не стоит на повестке дня. Сейчас главное, как Украина может соответствовать стандартам НАТО, проводить реформы и как мы можем увеличивать оперативное взаимодействие между силами Украины и НАТО. На вопрос о членстве никто, ни одна страна мира не повлияет извне. Это дело Украины и 28, а скоро и 29 членов НАТО. Но вообще на этом историческом саммите НАТО произошло очень много других исторических событий. Например, вчера президент Украины первым из высокопоставленных чиновников возложил цветы к памятнику жертвам Волынской трагедии. Напомню, что во время Второй мировой войны поляки погибли от рук украинцев. Мы все еще ожидаем финальной пресс-конференции Петра Порошенко. О ней расскажем уже в итоговых выпусках недели. Ну а пока что о том, что сегодня происходило в Варшаве, смотрите далее в сюжете. Светит солнце, но они бегут от дождя или спешат на важные заседания второго дня саммита. Даже традиционных комментариев до никто из мировых лидеров не дает. Варшава сегодня город контрастов. То яркое солнце, то ливень. Прям как настроение на саммите НАТО. За широкими улыбками, оптимизмом и небывалыми обещаниями скрывается глубокая беспокоенность. Например, о ситуации в Афганистане, которой посвящена первая половина дня. НАТО продлевает там свою миссию, обещает обучить местную армию и выделить огромные деньги. Очень большое достижение, что мы готовы выделить 1 миллиард долларов, помимо американских денег. Это почти все средства, которые необходимы для наших программ. Президент Украины Петр Порошенко и в афганской части саммита тоже участвовал. А затем встретился с премьером Нидерландов Марком Рюте. Обсудили дела европейские. В частности, соглашение об ассоциации с ЕС, которое должен одобрить голландский парламент. Польские коллеги во главе с президентом Анджием Дудой всячески заверяли в поддержке Украины и скорейшей интеграции в альянс. В итоге, министры обороны Украины и Польши подписали протоколы о поставках оружия, военной техники и услуг военно-технического сотрудничества. Как известно, размещаем у себя в Польше совместную украинско-польско-литовскую бригаду. Польские военные также участвовали в учениях в Яварове. Есть еще много других совместных инициатив. Разговаривал сегодня с министром Полтораком. Будем с ним дальше в этих делах консультироваться. Польша заинтересована в неделимой демократической Украине. Убеждены, что время возвращения захваченных территорий скоро придет. А вообще, главное событие дня на саммите без преувеличения – это комиссия Украина-НАТО. Тут и Барак Обама, и Ангела Меркель, и Дэвид Кэмерон. С каждым у Петра Порошенко есть возможность пообщаться лично. Разговоров о членстве пока не заводили, но сотрудничество с Киевом особое. К нам направится специальный координатор альянса. Всеобъемлющий пакет помощи, который утвердили абсолютно все члены альянса – это очень амбициозный документ. Он важен для Украины, для меня, для нашей обороноспособности. Уникальный пакет, которого не было в истории, и никому из партнеров такое не предоставляли. Это материальная и практическая помощь в 40 направлениях. Создано 8 трастовых фондов, один из которых уже начинает работу в оборонном секторе, логистике, борьбе с киберпреступностью и гибридных войнах. На полях саммита, как военный эксперт, нардеп Надежда Савченко, убеждает делегатов, без поддержки Североатлантического альянса Украине не обойтись. По итогам переговоров Киеву предоставили целый пакет комплексной помощи. В свою очередь президент Украины создал комиссию по вопросам евроатлантической интеграции, цель которой соответствует всем критериям НАТО. Это адекватное отображение, действительно очень серьезной работы и поднятя на другую, немного еще в наших взаиме, через то, что у нас такой помощи никому НАТО еще не давали. Наполнение его формулировалось с большой участью украинской стороны, с визначением того, что нам конкретно нужно, где мы используем или не используем уже наявную поддержку, или нам где-то нужна дополнительная поддержка. В итоговой декларации саммита слова «Украина» уже в первом пункте. Далее говорят о российской агрессии и возможном возобновлении диалога с НАТО. Украине снова обещают еще больше поддержки и помощи для защиты от врагов. В сухом остатке довольны все участники Варшавы-2016, разъезжаются в приподнятом настроении. Оксана Кундеренко, Игорь Сули, подробности, телеканал «Интер», «Варшава». Уже по телефону Петр Порошенко провел переговоры с главой МВФ Кристин Лагард. Обсуждали предоставление Киеву очередного транша. Президент Украины рассказал о ходе реформ и борьбе с коррупцией. Совет исполнительных директоров МВФ будет рассматривать возможность выделить Украине 1,7 миллиардов долларов в этом месяце. И по результатам саммита в Варшаве в НАТО заявили, к диалогу с Россией готовы. Я напомню, встреча состоится уже 13 июля в Брюсселе. Москва тем временем выдворила из страны двух сотрудников американской дипмиссии. Их объявили персонами Нонграда. Поводом для конфликта послужило сообщение в газете «Вашингтон пост». В нем говорится, что сотрудник ФСБ напал на американского дипломата рядом с посольством США в российской столице. В Москве это опровергли. В ответ заявили, что сотрудник ЦРУ первым напал на полицейского, который охранял здание диппредставительства. Почти месяцем ранее, 17 июня, из Вашингтона выдворили двух сотрудников российского посольства. Досрочно варшавский саммит покинул Барак Обама. Он вынужден был улететь домой из-за нынешней ситуации в стране. Расстрел пятерых полицейских и убийства ими чернокожих взволновали всю Америку. По всем штатам проходят митинги афроамериканцев. Сообщают об очередных попытках расправиться с полицейскими. Больше знает наш корреспондент в Америке Юлия Мендель. Вот в этом районе Нью-Йорка, Мари Хилл, в декабре 2014-го состоялся марш, который назвали миллионником. На него вышли афроамериканцы, чтобы протестовать против убийств чернокожих полицейскими. Тогда среди прочего толпа скандировала. Чего мы хотим? Мертвых копов. 2016-й очередной протест против этой же проблемы в Техасском Далласе. На этот раз уже считают мертвых полицейских. Это что, мертвый коп? Копа убили? Семеро полицейских тяжело ранены, пятеро погибли от рук снайпера. Среди протестующих двое раненых. Четырех подозревают, но обвиняют в убийствах полицейских пока только одного. 25-летнего ветерана Афганистана Мику Джонсона. Он оказывал полиции сопротивление, забаррикадировавшись в гараже местного колледжа. Именно он, узнав о гибели чернокожих в Луизиане и Миннесоте от рук полицейских, угрожал убить много белых людей, особенно белых копов. Задержать его не удалось. Его подорвали с помощью взрывчатки, прикрепленной к роботу. Полиция нашла в его доме много оружия. На данный момент нам известно, что стрелял один вооруженный человек, который не был связан с какой-либо международной организацией. Для Америки случившаяся настолько большая трагедия, что президент Обама сократил свой визит на Варшавский саммит НАТО до одного дня и уже улетел домой через Испанию. Правда, в Даллас он приедет только в начале следующей недели. Говорят о техасской трагедии и кандидаты в президенты Хилари Клинтон и Дональд Трамп. Вчера они временно приостановили свои предвыборные кампании. Кстати, такого в истории США еще не было. Мы знаем, что в нашей стране что-то не так. Слишком много жестокости, ненависти, бессмысленных убийств. Слишком много умерло тех, кто должен жить. Звездское нападение на нашу полицию – это нападение на нашу страну и наши семьи. Мы должны быть солидарны с правоохранительными органами и помнить, что это единственная сила между цивилизацией и полным хаосом. Уличные протесты начались не только в Техасе, но и в других штатах. Особенно масштабные они в Аризоне и Джорджии, где попытались застрелить еще одного полицейского. 22-летний местный житель вызвал его якобы, чтобы помочь с машиной. Но когда Рэндал Хэнкок возвращался уже к своему автомобилю, молодой человек выстрелил ему в спину. Поле задержал бронежилет, но полицейский в ответ нападавшего ранил. Сейчас это уже вышло из-под контроля, особенно когда начали убивать копов. Жестокость никому не поможет, она просто откроет некоторым глаза. Мирные жители, черные, белые, любые должны иметь право сказать «смотрите, три полицейских на одного». Эта реакция как животный инстинкт. И когда я реагирую так, то не должна бояться, что меня застрелят. А влиятельное издание Washington Post опубликовало статистику убийств полицейскими за прошлый год. От рук вооруженных копов умерло в два раза больше белых американцев, чем черных. Юлия Медель, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Ранен полицейский и в Мариуполе. 22-летний сотрудник патрульной полиции сегодня ночью получил тяжелое ножевое, пытаясь разнять драку в кафе. Нападавший скрылся на автомобиле, но в течение часа его задержали. Ему грозит до 8 миль от лишения свободы. Пострадавший, который служит в полиции всего чуть более месяца, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй участник коррупционной схемы Минздрава за решеткой. Суд арестовал подельника замминистра Романа Василишина, директора урологического центра Александровской больницы на два месяца. Об этом в фейсбуке сообщила прокуратура города Киев. По данным некоторых интернет-изданий, зовут его Юрий Серник. Так как генпрокурор Юрий Луценко на днях заявлял, именно этот человек распределял врачей на операции и вырученные у пациентов деньги сдавали именно ему. Но в посте прокуратуры имя арестованного не указывается. Согласно решению суда, он может выйти из-под стражи под залог в полтора миллиона гривен. Но в таком случае будет обязан носить электронный браслет. В столичной прокуратуре уточняют, директора урологического центра задержали вместе с Василишиным в ночь на пятницу. Замминистра подозревают во взяточничестве. Вчера суд ему также избрал меру пресечения. Это два месяца СИЗО или залог почти в три миллиона гривен. По данным ГПУ, Василишин еженедельно получал 50-100 тысяч гривен за операции в Александровской больнице. Во время обыска у чиновников изъяли более 50 тысяч долларов, 320 тысяч гривен и 2,5 тысячи евро. Досудебное следствие продолжается. Я напомню, министр здравоохранения до сих пор не назначен. Земля не для продажи. Украина не должна допустить приватизации и продажи земель сельхозназначением. Но государство со своей стороны обязано обеспечить развитие сел, сказала сегодня Юлия Тимошенко в Черниговской области. Заявление о том, что продажа таких земель позволит привлечь инвестиции, она называет манипуляциями. У нас уже в шосте ставится в парламенте законопроект про то, чтобы продавать сельско-господарскую землю. Это такая глубокая манипуляция. Мы за то, чтобы для каждого села была сделана программа «Відроджение». То, чтобы мы поддержали аграрный комплекс и дали возможность специальными государственными программами поддерживать молодь, средний класс, который хочет жить в селе. Во Львовской области едва не произошла авиакатастрофа. Частный самолет, летевший из Киева во Львов, совершал аварийную посадку рядом с селом Лесовые Золочевского района. Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям, посадка была жесткая. У самолета повреждено шасси, оторвано правое крыло, погнут хвост и вмятины на корпусе. На борту находились двое граждан Латвии. Что стало причиной аварии, выясняют эксперты. Боевики стремительно наращивают военное присутствие. Вдоль всей линии соприкосновения зафиксирована переброска тяжелой техники противника. По данным украинской разведки, в Горловку завели целую артиллерийскую бригаду наемников. Уже в ближайшие сутки она может открыть массированный огонь по позициям военных. Подробнее о ситуации в сюжете Ирины Баглая. Это село Зайцево. Чтобы увидеть, где базируются боевики, не нужен и бинокль. В низине располагаются дома, которые заняли террористы ДНР. Почти каждую ночь боевики обстреливают наши позиции. Достается и мирным жителям. В саму оккупированную Горловку, по данным украинской разведки, на днях зашла артиллерийская бригада наемников. После чего тактика обстрелов агрессора изменилась. Когда другие люди насыпают, пристреливаются, то есть по чуть-чуть, но долго. Точечного огня нет. Есть пристрелка. После почти недельной относительной тишины на Светлодарской дуге снова слышна вражеская артиллерийская канонада. Боевики били со стороны Дебальцева прицельно 152-м калибром. Двое наших бойцов погибли. Туда прибыло две батальонатрические группы для того, чтобы усилить свои позиции. С той стороны зашли россияне, потому что более точно они применяют свой артиллерийский. Чтобы досадить нашим военным, боевики спекулируют даже на своих потерях. Не единожды, говорят командиры, выдавали тела убитых наемников за якобы погибших украинских бойцов. Нам сообщают через наши ОБСЕ-миссии, сообщают, что наши тела на их территории. Естественно, мы проверяем личный состав. Естественно, после каждого боя перейдет присчет личного состава. Мы сообщаем, что у нас все, кто есть, все на месте. Про своих мы все знаем. Понятно, что нам пытаются отдать не наши тела. Несмотря на обострение ситуации, на передовые позиции к армейцам все же добираются волонтеры. Для военных это и помощь, и эмоциональная разгрузка. Везут самое необходимое. Многое из того, что не предусмотрено в списках Минобороны. Мы помогаем только либо гулливерам, либо лилипутам. Те, которые имеют нестандартные размеры. И очень тяжело это получить через Минобороны. По медицине мы тоже помогаем теми вещами, которые не может поставить Министерство обороны. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. В июне на Донбассе погибло рекордное количество мирных жителей за последние 10 месяцев. Об этом идет речь в отчете управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Согласно опубликованным данным, всего за первый месяц лета в зоне конфликта погибли 12 гражданских. Еще 57 получили ранения. С августа 2015-го это наибольшее количество пострадавших. Как утверждает в ООН, по людям стреляют в том числе и с помощью оружия, запрещенного Минским соглашениями. В целом, по подсчетам ООН, с начала конфликта на востоке Украины погибли около 10 тысяч человек. И чуть меньше 2 тысяч. Это мирные жители. Сегодня в Мукачеве суд решал продлевать или нет арест членам правого сектора, которых подозревают в организации Мукачевской перестрелки 11 июля прошлого года. Как проходило заседание в субботу, выходной день, подробнее Марина Коваль. С утра Мукачевский суд оцепили полиции и спецназ. У входа дежурят пожарные и скорая помощь. На заседание сегодня доставили 4 задержанных бойцов правого сектора. Суд решает оставлять бойцов в СИЗО или отпускать на свободу. 11 июля через 2 дня истекает срок их содержания под стражей. К началу заседания адвокаты двоих задержанных не успели приехать. Судьи решили назначить бесплатных защитников. Подсудимые пытались отказаться. Адвокат Бурча Егорбенко говорит о том, что сегодня, выходной день, будет заседание Мукачевского суда. Адвокатов предупредили только накануне в 4 часа дня. И его киевские коллеги просто физически не успели приехать на заседание. Суд просто вырешивает взять и залучить им защитников за рахунок державы. За рахунок державы в справу залучается выключено в том случае, если нет приватных защитников. Суд дает неделю новоназначенным защитникам для ознакомления с делом. Очередное заседание состоится 15 июля. А срок содержания под стражей всем задержанным продлили еще на 60 суток до 6 сентября. Напомню, задержали бойцов правого сектора после перестрелки в Мукачеве. 11 июля они поехали на встречу с нардепом Михаилом Ланё. По их словам, якобы вести переговоры о борьбе с контрабандными потоками, к которым он якобы причастен. Началась перестрелка, погибли два человека. Дело ведет генеральная прокуратура. Здесь, говорят, кроме мукачевских событий, задержанных подозревают и в других преступлениях, совершенных ими в 2014-2015 годах. Это были террористические акты, сделанные в составе банды с метою привернения уваги к своих политических позиций. Если суд докажет вину подозреваемых, им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Правда, до сих пор задержаны не все участники перестрелки. Пятерых разыскивают, в том числе и командира, который возглавлял группу, приехавшую на разборки в Мукачево. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Мукачево. В Израиле проходит широкомасштабное учение гражданской обороны. Военные спасатели тренируются ликвидировать последствия ракетных обстрелов. А эксперты спорят, как быстро понадобится такой опыт. С места учения Сергей Ауслендер. Специально для учений построили полигон. Городской квартал, жилые дома, детский сад, автобусная остановка. Все будет происходить, что называется, в прямом эфире. Коллеги якобы ведут репортаж из города Цфат, который подвергся сильнейшему ракетному обстрелу. И я передаю слово нашему корреспонденту в Цфате. Таль, вам слово. Спасибо, только что в Цфате упали еще несколько ракет. И сейчас мои коллеги находятся прямо на месте их падения. Сценарий взяли из жизни. Десять лет назад, во время второй Ливанской, Цфат несколько недель подряд находился под непрерывным огнем террористов из Хизбаллы. Вот и сейчас ракеты упали прямо в центре жилого массива. Множество раненых, убитых, заваленных обломками. К месту немедленно стягивают машины скорой, пожарных и спасателей службы тыла. Это израильский аналог МЧС. Обстрел продолжается. Следующая ракета поражает пассажирский автобус. Оттуда эвакуируют раненых пассажиров. Потом снаряд попадает в детский сад. Щадя нервы зрителей, ведущий объявляет, что среди детей нет убитых. Но часть малышей заблокирована в рухнувшем крыле здания. Для их спасения используют альпинистское снаряжение. Штаб, созданный в мэрии, координирует действия всех служб. Чрезвычайно важно защитить тыл, защитить гражданских. Для этого и нужны такие учения. Мы должны понять, где слабые места. Результат таких маневров – высочайшая готовность спасательных служб. Но главное – готовность тыла. Когда люди сами знают, как вести себя во время обстрела, где прятаться, куда звонить и что делать. Еще первая война в заливе в 1991 году, когда Ирак обстреливал Израиль, показала, насколько уязвим тыл, насколько уязвимо гражданское население перед вот такого рода боевыми действиями. Все войны, которые случились позже, лишь подтвердили этот принцип. На поле боя можно одержать любую победу, но без серьезной системы гражданской обороны в маленькой стране войну не выиграть. Поняли это и террористы. Эксперты спорят, где и когда случится следующий конфликт, но почти никто не сомневается. Очередная война – лишь вопрос времени. Многие полагают, что это будет север. Там Хизбалла вновь грозит своими ракетными арсеналами. Специалисты считают, что ливанские террористы способны каждый день выпускать по территории Израиля несколько сотен снарядов. При такой интенсивности военные собираются эвакуировать жителей севера. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Северная Корея запустила баллистическую ракету из подводной лодки. Об этом сообщают южнокорейские военные. По их данным, запуск провели из порта Синпхо на востоке КНДР и прошел он, скорее всего, неудачно. Пхеньян на информацию о запуске пока никак не отреагировал, а вот власти Японии его уже осудили, назвав очевидным нарушением резолюции Совбеза ООН. Я напомню, ООН запретила испытывать баллистические ракеты Северной Кореи. Повторного референдума о выходе из Евросоюза не будет. Так решили в британском правительстве. Власти отклонили петицию, которая призывала переголосовать вопрос Брексита, хотя ее подписали более 4 миллионов человек. Аргумент голосования провели в соответствии с законом, и его итоги нужно уважать. Документ еще обсудит парламент, но вряд ли что-то изменит. Тем временем Брексит бьет по экономике страны. Британский фунт эксперты уже признали худшей валютой года. С начала 2016 по отношению к доллару он рухнул более чем на 13%. В Германии участились случаи сексуальных домогательств в бассейнах. Об этом сообщают немецкие СМИ, публикуя внутренний отчет полиции. Согласно документам, только в Дюссельдорфе число преступлений на сексуальной почве выросло в разы. И совершают их преимущественно мигранты. Тем временем немецкие депутаты ужесточили наказание за сексуальное домогательство. Татьяна Лагунова расскажет подробнее. Нет означает нет. Этой одной фразой можно пересказать суть нового закона, принятого Бундестагом. Германия ужесточила наказание за преступления на сексуальной почве, чтобы защитить женщин, которые становятся жертвами насилия. Такое единство в немецком парламенте увидишь не часто. Против ноль, воздержались ноль. Закон принят единогласно. Всего проголосовал 601 депутат. Все за. Новая правовая норма – это попытка усовершенствовать уже существующее законодательство. Она расширяет юридическое определение термина изнасилования. Раньше, чтобы осудить преступника за изнасилование, нужно было доказать, что жертва физически сопротивлялась. Теперь достаточно того, что женщина сказала одно слово «нет», либо жестом дала понять «она против». Я надеюсь, что после принятия закона увеличится количество женщин, которые будут заявлять о подобных преступлениях. По нашим оценкам, сейчас в полицию сообщают всего о 10% случаев изнасилования. И еще одно нововведение – ужесточение наказания за сексуальное домогательство, совершенное группой лиц. Теперь к ответственности можно будет привлечь любого члена группы, независимо от того, приставал ли он лично, или просто стоял рядом и наблюдал. Этот параграф – ответ Бундестага на события новогодней ночи в Кёльне. Тогда жертвами сексуальных домогательств, преимущественно со стороны мигрантов, стали сотни женщин. Новый закон фактически принят, но вступит в силу только осенью. Нужно еще одобрение Бундесрата. На голосование этот вопрос вынесут сразу после летних каникул, но сомнений в том, что и депутаты Бундесрата проголосуют «за». Ни у кого нет. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Современные Робинзоны. Почему двое вьетнамцев 40 лет прятались в джунглях и неимоверное везение в США? Счастливчик сорвал джекпот лотереи в полмиллиарда долларов. Об этом и не только. Смотрите далее в нашем обзоре. Трагически закончился третий день фестиваля «Санфермин» в Испании. Быки затоптали двух человек. У гражданина Японии травма грудной клетки, а у испанца повреждена рука. Шесть быков с ранчо Хосе Эскалар задали перцу участникам фестиваля. Гнали по улицам памплона и настигли на арене для кориды. Во время «Санфермина» экстремальные забеги начинаются в 8 утра. В среднем это кровавое безумие длится до 5 минут. За последнее столетие на фестивале погибли 15 человек. Двое вьетнамцев вернулись к цивилизованной жизни после 40 лет, проведенных в джунглях. Оба, отец и сын, спрятались в непроходимых чащах во время одной из бомбежек Вьетнамской войны в 70-х. Построили хижину и зажили вдали от разрывов снарядов. Выращивали кукурузу, собирали фрукты в лесу. Обоих нашли три года назад. С тех пор мужчины адаптировались к современному миру. Теперь вернулись в свой старый дом в деревне. Пассажирский лайнер авиакомпании «Дельта» по ошибке приземлился на военной базе США. Самолет сел на аэродроме американских ВВС в Южной Дакоте, хотя должен был в гражданском аэропорту в 16 километрах от базы. Военные отцепили машину, приказали 130 пассажирам закрыть шторки и провели досмотр с собаками. Только после этого лайнер отправился в пункт назначения. Почему командир экипажа посадил машину на военной базе, покажет следствие. Дроны запустили на дежурство на французских пляжах, пока в тестовом режиме. Беспилотники помогают спасателям, маневрируют над прибережной зоной и в море. Камеры на борту позволяют воздушным лайфгардам точно определить, какая конкретно помощь нужна человеку на воде. В случае необходимости беспилотник может сбросить тонущему надувной жилет. Дроны разгоняются до 80 километров в час и устойчивы в условиях сильного ветра. Испытывать машины будут до 22 августа. 540 миллионов долларов выиграл билет лотереи Mega Millions в США. Счастливчик, ими которого пока не называют, угадал все шесть номеров. Вероятность сделать это составляла 1 к 259 миллионам. По правилам лотереи победитель может получить всю сумму в виде периодических платежей в течение 30 лет, а может забрать все деньги сразу, но тогда с вычетом налогов джекпот уменьшится всего до 380 миллионов. Накануне финала Евро-2016 бразильская футболистка Ракель Бенетти порадовала своих поклонникам новым трюком. Фристайлерша, сидя в кресле, причем на каблуках, почеканила мяч, а потом головой точно переправила его в корзину. Ракель считают лучшей в трюках с мячом. Редакция подробностей недели внимательно следила за всеми новостями в Украине и в мире. И уже завтра мой коллега Дмитрий Анопченко расскажет о самых важных событиях недели. А прямо сейчас коротко о главных темах завтрашнего эфира. Подробности недели, главные темы. Янтарный блицкрик. Как прокуроры и полицейские брали взятки у старателей. Удар по янтарной мафии или смена смотрящих. И к кому тянется преступная цепочка. Все потоки ведут в седьмом случае в Киев. Саммит недели. Чего ждать Украине от НАТО? Подавать ли заявку в НАТО, Украина должна решать сама. Эксклюзивное интервью Генсека Альянса. Дело труба. Газовое дело. Обыски у адвокатов и главный фигурант в бегах. Что дальше? Прокуроры анонсируют новые обыски и аресты. Безвозвратные угоны. Только в Киеве за сутки угоняют 10-15 автомобилей. Куда они исчезают? Сейчас находят только одну из 10 машин. Основный вал угонов и не на Донбасс, а и на территорию Крыма. Где они, черные дыры? Расследование программы. Главные темы. Откровенно. В прямом эфире. Ровно в 8 вечера. В этом воскресенье. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Следите за новостями на нашем сайте. Подробности и хорошего вам настроения. И приятного субботнего вечера. Ов�� суббота. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...